Фильм создан при поддержке компании Инго Страх. Печальный демон, дух изгнания, летал над грешной землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснились о толпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он, чистый Херувим, когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним. Когда сквозь вечные туманы, познания жадной он следил, кочующие кароланы в пространстве брошенных светил, когда он верил и любил счастливой первенец творения. Не знал ни злобы, ни сомнения, и не грозил уму его веков бесплодных ряд унылый. И много-много, и всего припомнить не имел он силы. Вот другое дело. Еще, сопровождение, еще чуть-чуть можно. Когда начиналась постановка, я не спал. Ты пытаешься заснуть, и у тебя проклятый мир, проклятие всем. Все ненавижу, все презираю. Я просто уже думаю, что действительно уже ненавижу. Я хочу просто поспать, отдохнуть. Они все время поют мои какие-то вокализы, какие-то мои слова. У меня крутится в голове ария демона. Это правда. Уже два месяца мы живем с этой музыкой в голове. Засыпаем, просыпаемся. Когда ты засыпаешь, открывается партитура. И ты ее играешь. Вот здесь какие-то вещи. Сегодня я сплю, и я вот так вот этот момент здесь. Здесь играешь. Ага, здесь надо так показать. То есть это во сне происходит. Совсем готовый материал доносить неинтересно. Гораздо интереснее, когда тебе предлагают какой-то материал, в котором ты можешь домыслить что-то, в котором ты будешь копаться и разгадывать. Полы темные. И ты думаешь, боже мой, тебе уже сейчас петь. Ты в каске, которая затемнена. Какая-то паника внутри. Боже мой, да еще и прогоны. Скоро спектакль. Кругом давление на тебя. Вполнение у всех певцов есть. Это нормально, и оно никогда никуда не уйдет. Просто каждый по-разному проявляет, и каждый по-разному с ней справляется. Конечно, я волнуюсь, но я сохраняю внешнее спокойствие всегда. Очень хорошо будет, если в конце этих фраз мы всегда будем передавать эстафету следующим нашим замечательным музыкантам. И дадим чуть больше романтического дыхания. Ладно? Вся Россия смотрит на вас. Менамосе после купюра. Когда мы берем в репертуар то или иное название, во-первых, мы должны понимать, на какой сцене это идет, либо это на новой, либо исторической. Это масштаб оперы. Это первое. Надежда, надежда. Второй, конечно, таким очень важным фактором является желание режиссера. И то же самое это касается и дирижера. Подожди, подожди. Здесь очень простой аккомпанемент. Все ровно. Да-да-дам, да-да-да. Просто ножом режем здесь. Кровище течет на простой. Вот так получилось, что у меня первая моя оперная постановка была этой сказки Гоффмана, которые всегда с какой-то мистикой тоже связаны. А в прошлом году я выпустил Фауст. В этом году я выпускаю Демона. Может быть, я уже просто привык. Я аккомпанировал тебе уже так, как ты поешь. Это просто отдашься. Это уже нельзя. Понятно. Я пока... Я пока... Если вы не верите, потом уже я верю. Уже не верите. Значит, не надо. Посмотрите это для себя внутренне. Если даже не сумеете сейчас принять решение, оставьте на ночь это решение спокойно. Завтра с утра придите, на 15-20 минут раньше встретите и примите решение. Что касается очень важного фактора, это, конечно, а петь-то кто будет? Есть ли сегодня те, кто реально обеспечат, так бы сказал, три сложнейшие партии? У нас все были, и все могут, и все поют. И просто очень классными голосами. И если можем, почему бы не спеть? В Большом театре последняя постановка Демона была больше 50 лет назад. Это о многом говорит, сколько поколений уже выросло и не имело возможности слышать вживую эту музыку. У нее есть определенный стиль, к которому нужно привыкнуть, ему нужно прочувствовать. Это не так просто. Стиль того времени вокальный – это большие, серьезные, масштабные голоса. Есть некоторая такая тенденция к более лирическим, более легким голосам постановки. Может быть, еще и потому, что таких голосов вообще мало, и где их взять? Были бы, так, может быть, они бы и были. На мой взгляд, и демон должен быть, такой драматический бас-баритон. Шаляпин же пел, да, демона? Если движ не даете, здесь просто непонятно, что это за байкер такой престарелый какой-то. То, что касается текста, все утрируйте. Все, насколько возможно, согласные все доставать, все утрируйте. Вы начинаете давить голосом, ничего не слышно все равно, если вы не дадите текст. А вы должны сопротивление, а при этом хора почти не слышно. Я его слышу очень тихонечко. Когда мне сказали, что я буду эту партию петь, я очень сильно сомневался, потому что у меня лирический голос, не драматический, не крепкий. У меня спокойный лирический, обычный баритон. Конечно, я бы не смог спеть демона в обычной интерпретации этого спектакля. Артем поддержал и разрешил. Я был очень рад. Вот сегодня попробуем, да, сегодня на третьем акте мы попробуем уклон сделать на текст. Да, да. И вы скажете, если тихо будет... И вы, самое главное, даете понимание оркестру сразу, как надо, где, кого, чего, куда убрать, понимаешь? Сама музыка, она темная, она красивая, она дьявольски красивая местами. И это для центрального или драматического буретона. Неопытные певцы, молодые певцы, возможно, если возьмутся за эту партию, то могут получить вокальные проблемы. У меня достаточно творческой наглости, чтобы попытаться сделать интересный свой образ и вокально быть интересным. Три основные главные партии, конечно же, на молодых солистах, молодость из молодости. И это всегда невероятно приятно и дает возможность для большего открытия. Потому что, когда выступают мастера, ну, не мастера, мы чаще всего уже знаем, что ожидать от того или иного солиста, понимаем уровень их мастерства, класса. А вот когда молодые выступают и осваивают, и пытаются постить вершины, причем великих опер и ролей, это невероятно интересно. Не сразу мне полюбился весь музыкальный материал. То есть я открыла клавир, и я слышу какие-то очень просто небесной красоты музыкальные кусочки. И текст мне казалось немножечко как будто бы из другой оперы. То есть там можно услышать разных композиторов Рахманинова, Чайковского, может быть, Бородина. Рубинштейн – величайший деятель своего времени. Но я вот уже пережил его по возрасту. И удивительно, сколько он успел сделать, написать, создать. Дирижер, композитор, великий пианист своего времени. Для меня Рубинштейн – тоже часть немножечко этого демона, своего произведения. В том плане, что есть ощущение, что чуть-чуть как будто про себя. А может быть, даже вообще не чуть-чуть. И когда я соединяю это с его внешностью, высокий большой лоб, который так вот нависает, глаза такие, которые немножко в глубине, это удивительные вещи, которые как раз с Рубелем тоже пересекаются. И для меня это своего рода спасение в этой постановке. Во многом он мыслил, как бы сказать, пианистически. У него своеобразное было мышление. И самое удачное считается опера демона. Хотя, ну сколько, 13 опер – это много. Иногда бывает в истории культуры так, что композитор становится композитором одного сочинения. Хотя тут надо заметить, что если музыка не исполняется, то это не просто так. Друзья, доброе утро. Всем здрасте. Давайте с вами поиграем то, что мы играли меньше всего. Первый акт. Раз. Раз. Чуть-чуть быстрее надо. Когда десятки раз это прочитываешь, вновь и вновь этот текст, начинаешь чувствовать Лермонтова больше как человека. Это очень важный момент. Поэтому я, в принципе, с поэмой проводил больше времени, чем с партитуру. Но когда я понял, где ключи, к которым я буду обращаться при постановке, я уже с легкостью зашел в партитуру, и для меня многие вещи просто стали ясными. Субтитры создавал DimaTorzok Молодцы, очень хорошо. А еще можно? Еще ярче! Опера – это очень условное искусство, которое требует большого обобщения. Мы сейчас очень подробно работаем над каждым тактом, над каждой нотой. И мне очень хочется, чтобы мы не растеряли это тогда, когда мы будем охватывать произведение целиком. У хора, там происходит эта битва, караван и Геур. И вот это вот столкновение, хочется, чтобы мы продолжали эту историю. Когда начинается треоли, здесь нужно все это, чтобы кубарим, но вместе. Сама по себе работа несложная. Начали мы заниматься в конце прошлого сезона. В принципе, получается так, что мы вынуждены иногда заниматься заранее, когда есть время. Поэтому у нас идет в работе очень много сочинений задолго до того, как они появятся на сцене. Я с интересом посмотрел на дату создания, потому что есть масса мест, которые вызывают такие аллюзии, намеки на другую музыку. На Чайковского, на Римского-Корсакова. Просто вот почти откровенные цитаты. А сколько он был сведущий в этом процессе к тому времени? Не младший, другое дело. Только слава старику. Прямо это слава старику. Раз и два. Огромное уважение я выказал своему учителю, взяв просто некоторые вещи себе. И они встречаются не только с Онегином. И Пиковая дама, и Аланта есть, Рахманинов со своими интонациями грусти, бесконечной печали. И фантастические мелодии, которые можно просто приписать Скрябину. То есть мы уже смотрим на это в очень большой перспективе всей русской музыки, которая есть. Все же касается, во-первых, вообще русского наследия, должно быть под постоянным вниманием и, самое главное, первым вниманием Большого театра. Мы все-таки первые русские национальные оперные театры. Поэтому, конечно же, все, что есть в наследии, безусловно, должно стать вниманием Большого театра. Это великая классика. «Не дожить, не дожить, не видать мне, таможенька». Нет, нет. Демон Рубинштейна для нас, современных жителей мегаполисов, может показаться унылым и как будто в замедленном действии все происходит. И темпы очень медленные. Все внимание зрителей должно быть приковано к тонкой игре драматической всех актеров, всех певцов. У нее какой-то свой мир, может быть, поэтому она так приглянулась демону, он так ей заинтересовался, потому что она необычная. Там есть такие слова. «Она прекрасна, как они, но не бесстрастна». Это правда так. Это прям вот олицетворяет эту героиню. «Партия Тамары» это сложнейшая история в том плане, что очень многие вещи зашифрованы, и их нужно доносить до публики максимально тонко. Здесь не силой, здесь взаимодействие с актерским внутренним образом. И здесь сложный очень поиск. Вот сейчас предыдущая сцена была. «Грози, грози мне, враг». Это? Отсюда. Да. Девочки, встаньте, Меманс, на полет. Друзья, давайте. Мотоцикл вывезите. Про мотоцикл кто-то услышал? Ответьте, пожалуйста. Едем, едем. Я понимаю, что бы она на тебя смотрела... Нет, я не запретил. Я сказал, что нужно найти какой-то компромисс, чтобы текст немножечко в этот зал поступал. С этой, как ты просто с креслом все делаешь, но лицом в зал. Ничего общего с тем, какой демон у Лермонтова и какой демон у режиссера, у них нету параллелей. Абсолютно. Демон режиссера, я прошу прощения, но с какими-то психологическими отклонениями. И режиссер в своей постановке именно хотел уйти от этого вушерства, от этой сказки, которая описана у Лермонтова. Режиссер хочет, что он был немножечко это. Ну, я не знаю, может быть, для Андрея он сумасшедший. Для меня он не сумасшедший, нет? Он демон не от того, что он злой, не от того, что он плохая сила, а от того, что он сломленный, надломленный. И буквально всю оперу мы ровно стоим в считанные разы. Все остальное это у нас кривая спина, это у нас искребленные позиции вообще всего тела. Мир оказывается более злой к демону, чем демон к миру в этой постановке. Была некоторая сложность, связанная с тем, что в нашей постановке соединены два персонажа, ангел и няня. И я сначала не могла ответить себе на вопрос, почему они объединены. То есть я не могла понять и актерски, как соединить два образа, и вокально. Но для себя я ответила на этот вопрос так, что часто наши близкие и есть наши ангелы-хранители, которые нас оберегают от каких-то искушений, от зла, от проблем. Перешла на две ступени вниз. Спустилась, пошла, пришла и села. Давай. Главный ангел, которого играю я с моими помощницами из Миманса, мы одеты в костюм билетерши, потому что билетеры это те люди, которые во время спектакля в общем имеют полную власть, но их никто не замечает. Они курсируют по залу, следят за порядком, помогают людям найти их место. И ангелы в спектакле тоже курсируют по сцене на протяжении всей оперы. Мы почти не уходим со сцены и помогаем сделать какой-то выбор, но не давим на персонажей. Мне понятна концепция режиссера. Это интересно. И я как байкер сам понимаю, что скорость, риск и опасность, которую несет демон, насколько это будет музыкально, насколько это в контексте того, что делаем мы из ямы, но время покажет. На самом деле, мотоцикл не играет очень большую роль в постановке. Шлем играет больше, чем мотоцикл. Даже то, как мы его снимаем, и то, как мы потом с ним играем, как с Йориком, как с Черепом, у нас вместо этого шлем мы к нему обращаемся, через него мы живем. У Лермонтова князь погибает от пули осетина. Здесь князь умирает от непонятной причины. Я трактую это как, может быть, сердечный приступ или эпилептический припадок. Диагнозы разные могут быть, но суть во внутреннем конфликте этого человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы все и перечитывали Лермонтова, потому что первоисточник всегда полезный, нужно знать, и искали какие-то постановки в интернете, но во всех постановках есть открытое противостояние ангела и демона, есть какие-то такие заштампованные вещи, от которых мы бежали на протяжении всей постановки. Но работа над образом и над осмыслением того, что вообще происходит, мне кажется, продолжается до сих пор и будет продолжаться даже во время спектакля. Мы это все обговорим. Я могу это закомпонировать, у меня все время слабая доля. Все сильные твои. Нет! Нет! Здесь нет истории о демоне, об ангеле, о князе и так далее. Это история о человеке, у которого происходит внутри борьба. Любая слава влечет за собой очень иногда горькие последствия. И это можно прочитать в спектакле. Это, мне кажется, основная мысль. Я это понимаю. Всегда нужно быть осторожной в каких-то своих новых успехах. Они, безусловно, бывают у нас у всех. Как падение, так и успехи. Чёрный свет вообще, он же пожирает все цвета. Это воплощение всех цветов. Это отображение демона, потому что он у нас в чёрном цвете, как его кабинет, как его пространство. Он поглощает все эти цвета. Цвета хора, голоса, которые мы слышим, вот голоса грузинов на свадьбе, всех этих людей, которые присутствуют, приходят в театр. Это пространство как бы всё поедает. И демон, он отображает это всё, он в чёрном. Он переливается чёрными своими оттенками. Его шлем, такой яркий, переливающийся чёрный, глянцевый, поедает весь этот цвет. На контрасте с Тамарой, потому что она вся сияет вот этими переливами цвета, а он чёрный. Демон — это латекс. И все стены, всё вообще. И ширма, которая закрывается. У нас есть обычный занавес, а есть ещё стена, которая опускается. И всё блестит. И получается, что демон выходит из стены, из боковых дверей. И он как будто выходит из этого латекса, и он сам такой же. Вообще, мы все очень впечатлились, когда вышли на сцену, увидели в первый раз картинку. Она показала, что это очень красиво, эффектно. Потому что, когда мы репетировали в репетиционном зале, какие-то вещи были непонятны, неудобны, не могли к ним пристроиться. А на сцене всё встает на свои места. И вообще, часто сцена помогает певцу. Он понимает, как ему существовать. Находятся какие-то органичные движения, психика подстраивается под новые обстоятельства. Вообще, мне кажется, что сценическое решение интересно. Сначала мне всё это казалось достаточно странным и необычным. А когда я вышла на сцену уже из репетиционного нашего зала, у меня был эффект «Вау». Я сегодня впервые увидела со стороны третий акт. И я как заворожённая смотрела на эти декорации, на то, как круто это всё заиграло на сцене. И я была в восторге от третьего акта. Здесь неудобно, конечно, ходить. Вот это вот сложно достаточно. И за счёт того, что много выездов, тот же мотоцикл нужно затаскивать. Это очень такая трудоёмкая работа у цеха спецэффектов. И вообще бегать туда-сюда, наверное, тоже достаточно проблемно. Потому что не очень удобная, конечно, именно для быстрых передвижений, может быть, конструкции за счёт её высоты. Вот эти последние дни, когда на сцене возникает что-то, что позволяет надеяться, найдёт контакт со зрителем, это очень-очень важные дни репетиции. В этот момент либо собирается, либо не собирается спектакль. В результате что вы должны сыграть? В результате любовь. Она соглашается, всё-таки он соблазняет и, конечно, и... Он побеждает? Конечно. Очень много от тебя зависит и собрать проект, отслеживать все организационные вопросы и репетиционный весь процесс. И уже, когда мы выходим на сцену, это самое такое тяжёлое время, когда собирается спектакль и бесконечные изменения на ходу. Ты не идёшь за рукой. Сейчас, я тебе говорю, сейчас Вася приступил из-за того, что ты не смотришь. Я тебе про это место говорю. Я громко обуху даю. А это я, а это я... Смотрите на руку. Вот этого периода финальной постановки на сцене надо перемирничать, перепсиховать. Какие-то вот моменты такие пережить, чтобы они от себя просто потом ушли. И, например, ты уже выходишь более какой-то вот свободный, нашедший ту самую музыку. в день премьеры главное сохранить остатки сил, потому что постановочный процесс всегда трудоёмкая работа, и хочется найти всё-таки вдохновение заново попробовать в день премьеры посмотреть на эту музыку, заново в неё влюбиться, потому что мы привыкаем к красоте, привыкаем друг к другу. А в день премьеры, мне кажется, нужно заново увидеть своих партнёров и заново влюбиться в эту постановку. И для себя оправдать всё заново. Завица 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 КОНЕЦ Ну, и у тебя разное настроение и разное состояние. Ну, лично я, конечно, переживаю, естественно, за премьеру, за то, чтобы она прошла хорошо, чтобы не было никаких неожиданных моментов каких-то нехороших. Вся жизнь театр. Постоянно в этом находишься состоянии. Я не могу сказать, что я волнуюсь. Я не волнуюсь. Я могу сказать, что я последний раз волновался, когда я выходил на сольный концерт как пианист. Как дирижер у меня не было. Дирижер — это энергетический центр того, что происходит. В русской музыке это самое важное пение, оркестр. Если музыкальная концепция будет доминирующей, тогда спектакль получится. Мне очень нравится, потому что я нахожусь в центре событий. А события развиваются так, что я выхожу, делаю поклон в зал, поворачиваюсь на сцену, и там зал опять. Поэтому я постарался оперу наизусть, потому что в партитуру не смотрели, буду на сцену смотреть. Я думаю, что чтобы услышать арию Тамары с оркестром, оно того стоит. Чтобы услышать арию Тамары с оркестром, оно того стоит. А если говорить о Лермонтове, нужна ли музыка при таких гениальных словах? Потому что когда читаешь просто парту Гену, просто ее читаешь. Все переворачивается. Нужны ли там ноты, я не знаю. Кто-то подумает, что наконец-то что-то новое, наконец-то что-то интересное. Кто-то, как всегда, скажет, что «Ну почему нельзя было поставить классическую версию? Ведь так редко исполняется эта опера». Можно было сделать классический. Но эффект, я уверена, что и какое-то ощущение, может быть, недосказанность, это точно, он останется у зрителя. Я хочу понравиться зрителям, чтобы мне не было стыдно перед собой, когда я поспектакль, когда домой. Что я что-то все-таки, как артист для себя, я что-то сделал. Это очень вдохновляет, когда ты из ничего создаешь что-то интересное зрителю и что-то, что кого-то может заставить о чем-то подумать, поменяться, может быть, у кого-то. Вообще просто провести эти три часа, занимаясь в мозг какой-то работой, в мозг и в душу. Мне кажется, мы приходим в поисках себя. Да, да, да. Поддерживали просто. Спасибо вам большое. Было просто вас. Это место, где мы можем найти какие-то новые маячки, которые нас направят именно во внутреннем поиске. Спасибо. Ходить, да? Да, просим. В поиске истины, в поиске смысла жизни. Хочется верить в то, что театр для большинства будет таким. И там метель дозором ходит, сдувая пыль со стен седых. То песню долгую заводит, то окликает часовой. Услыша вести в отдалении о чудном храме в той стране, с востока облака одне спешат толпой на поклонение. Но над семьей могильных плит давно никто уж не грустит. Скала угрюмого Казбека добычу жадно сторожит. И вечный ропет человека их вечный мир не возмутит. Субтитры создавал DimaTorzok